Итак, поговорим о трех основных пайплайнах создания ассетов. Первый, который я бы хотел обсудить, это подход к созданию хайполи под названием Subdivision Surface. Мы возьмем за пример Матиаса, который работает в MachineGames и который работал на проектах Wolfenstein. Это идеальный пример, чтобы разобрать и понять, зачем используется этот пайплайн. Этот пайплайн помогает иметь очень комплексные, детализированные ассеты в сцене, много и при наименьших затратах на топологию и треугольники. Это поможет иметь идеальный шейдинг, идеальный контроль над шейдингом и над геометрией. Эта часть пайплайна, он так еще называемый Non-Destructive. Из-за того, что ты не коллапсишь стак модификаторов, ты легко можешь вернуться к практически любой части геометрии, ее подтвигать, поправить, если надо, переделать, не затронув остальные. Очень качественный, но требует хорошего знания топологии и шейдинга. Но если ты этим хорошо владеешь, то результат будет просто превосходный. Советую просто добавлять себе закладки и любую работу Матиаса брать как пример, потому что то, какие сложные и с каким прекрасным шейдингом модели он делает, просто вызывает восхищение. Также классный ресурс это AIM3D. Это человек, с которого я начинал изучение 3D Maxx и который постоянно выпускает типсы и триксы насчет топологии и пытается урваться за блендером и делать сравнение. Но для Subdition Surface это вот два эталонных чувака, которые я бы советовал изучить в свободное время. Второй подход, который мы разберем, это Boolean подход. Что такое Boolean? Булевые операции это вычитание одного геометрического тела из другого, либо их слияние с дальнейшей обработкой либо в ZBrush, либо топа в Maxx. Поэтому одним Maxx в принципе уже сейчас можно обойтись раньше было проблематично. Я бы советовал взять, например, Леху Рябцева, который позиционирует себя как Boolean Artist и он собаку в этом съел и очень хорош. Чем хорош этот метод? Этот метод прекрасен, во-первых, для концептинга, когда в принципе тебе не важна геометрия, не так важен шейдинг. Ты не паришься о PolyCounty, это не продакшен модель, она в игре не пойдет. Тебе нужно сделать дизайн. И это идеальный подход с этой точки зрения. Он поможет тебе создавать абсолютно безумные, прекрасные формы, не задумываясь о топологии, не тратя на это время. Плюс, если pipeline и заказчик и проект позволяет, то такую геометрию дальше можно перенести в ZBrush, под Dynamesh, под Smooth и дальше уже из нее делать хайполе. Но это уже будет определять твой работодатель, можно ли тебе следовать такому pipeline или нет. Я познакомился с Boolean pipeline также 5 лет назад на презентации по первому дивизиону, когда они показывали, как они делают свои пушки. Они тогда использовали Boolean, созданные в 3ds Max, импортировали готовые болванки из 3ds Max в ZBrush. И они выглядели примерно вот так. Они имели тоже предыдущий нами разобранный subdivision, но это заготовка, дальше из которой они начинали вычитать последующие элементы. Вот так вот они выглядели. Они их тоже создавали под subdivision в Max, загоняли в ZBrush, все это дейномешили, вычитали одно с другого. Они выбирали, какая геометрия вычитает, какая добавляет. И дальше из этого финальной картинки выходила вот такая деталь. Одно вычли, другое вычли, третье, соединили, заотачили, все. Вот на этом примере добавили цилиндр, вычли его, получилась дырка, засмузили, все. Так было 5 лет назад. Но с появлением блендера и фьюжена этот пайплайн стал намного легче и намного ближе. Поэтому в данный момент я все чаще и чаще прибегаю к нему, нежели к Subdivision Surface. Третий пайплайн, который я бы хотел с вами разобрать, это mid-poly. Что такое mid-poly? Судя по названию, mid-poly это middle-poly, это между low-poly и между high-poly, что-то среднее. В основном mid-poly на моей практике это используется для создания тачек. Во-первых, тебе не нужно запекать нам ничего, тебе нужно передать шейдинг. Одной high-poly, если это не cinematic, то нет смысла абсолютно делать high-poly, если там нет никаких динамических разрушений и прочего такого. Также mid-poly я использовал на проекте War Thunder, абсолютно для всех самолетов. И mid-poly для этого заходил просто отлично. Что такое mid-poly? Mid-poly это геометрия, которая имитирует практически все твои детали. То есть вместо запекания всяких швов, вместо запекания всяких таких мягких эджей, всяких некоторых лючков и деталей, ты используешь геометрию, которая обоснована. Ты не делаешь Normal Map, которая передает все эти детали. Ты можешь использовать тайловые текстуры с этим подходом. Главная задача передать шейдинг и передать форму и силуэт. Но mid-poly используется не только на технике. Mid-poly также в основном в Open World играх используется на архитектуре и объектах окружения. Таких как модульная архитектура, куски стен, балюстрады и так далее. Все, что ты видишь здесь, кроме лепнины, это mid-poly. Вот эти всякие орнаменты, это заготованные тремы, которые мапятся по этим частям. Но все это тайловые текстуры, которые уже заготованы ранее. Что тебе нужно здесь? Это передать силуэт, передать геометрию. Сделать это все модульно на тайловые текстуры. И из которых ты потом собираешь вот такие прекрасные штуки. Ты не создаешь здесь high-poly, в чем плюс и экономия времени. Но ты жертвуешь немного полигонажом в своей общей сцене. Поэтому нужно искать вот такой вот баланс. Также mid-poly становится основной тенденцией для архитектуры. Если возьмем, допустим, недавно вышедшую Вальхалу. То там тоже использовался mid-poly pipeline для архитектуры. То есть модули, некоторые замоделенные элементы, такие как вот этот пропец сверху, некоторые торчащие кирпичи, вот эти вот. Плюс все это тайловые текстуры, плюс vertex paint. Поэтому сетка здесь выглядит не просто квадрат. Но сетка с хорошей долей вероятности имеет некоторые саппорт лупы, которые ты будешь использовать для нанесения vertex paint. Потому что vertex paint использует vertex для нанесения того или иного эффекта или слоя, текстуры и так далее. Ты не можешь вот такой эффект передать просто на плейне. Тебе нужны какие-то поддерживающие edge. Как выбрать, к какому ассету какой pipeline применяется? К примеру, если мы возьмем вот этот концепт и начнем его анализировать, то мы из всего вышесказанного поймем, что стены, вот эти окна, рамки, пол, потолок, это будет mid-poly. Некоторые лупы добавим, чтобы нанести нормальный vertex paint. Все, готово. Теперь остался выбор между, какие ассеты пойдут в subdivision и какие ассеты пойдут в boolean. В boolean я советую использовать что-то sci-fi, либо hard surface, произведенное на заводе. В принципе, это простые штуки, но можно найти электрические ящики более сложной формы, со всякими интересными вырезами, которые дольше моделей в subdivision, и поэтому быстрее сделать boolean, потому что на хайполе будет одно и то же. Но boolean сейчас легче править, чем раньше, поэтому такие штуки я советую использовать в boolean pipeline. Subdivision я рекомендую использовать, какие-то классические вещи, такие как вот эта кровать-каталка, и то, скорее всего, там в основном только ножки, колесики, штуки, которые детали нам нужно запечь на plane. То есть вот дверь я бы тоже, скорее всего, сделал либо в mid-poly, либо в subdivision, потому что вот эту решетку, всю эту детализацию тоже можно спокойно запечь на plane. Пройдемся еще по другим каким-то рефам. То есть вот здесь мы прекрасно видим какие-то там ящики стоят. Вот их тоже хорошо было бы потренироваться сделать в boolean pipeline. Вот этот игровой автомат, либо этот, а, на банкомат похоже, вот этот я бы сделал в mid-pole. Для таких ассетов нужно искать баланс между тем, какой результат будет по итогу и какое время будешь тратить. Потому что ты смотришь на этот ассет и понимаешь, что там не так уж и много детализации, и там, по сути, нечего запекать. Поэтому какой смысл использовать там high-poly, если ты можешь всю эту форму просто смоделить, все вот эти вот окошки тоже вырезать на своей лоупольке, и все это нормально затекстурить. Поэтому абсолютно нет никакого смысла делать high-poly там. Если речь заходит о каких-то элементах, допустим, вот этот холодильник, где у нас есть дверца, но наш ассет не будет открываться, есть такая решетка, можно добавить еще каких-то элементов, каких-то надписей, каких-то панелей сверху, то, да, имеет смысл на это делать просто в subdivision быстрее. Опять же, архитектура точно вся идет в mid-pole, потому что нет смысла абсолютно ничего там запекать. Продолжение следует...